Продолжаем выпуск. Бороться с крысами бесполезно, так считают повладарцы. Люди жалуются, мероприятия по диротизации не помогают устреблению грызунов. И бюджетные деньги выбрасываются на ветер. Поймать и обезвредить. В Павлодаре начался сезон борьбы с грызунами. Жительница высотки Галина Тихая жалуется, крысы водятся уже в подъездах. Забегают даже в квартиру, грызут стены и трубы. Вот здесь я постоянно меняю трубы, раза три я меняю трубы. На борьбу с крысами из бюджета выделено около 70 тысяч долларов. Санитарные врачи обещают обработать 22 тысячи домов по всей области. Но этого недостаточно, признаются специалисты. Эффект проведения таких обработок, масштабных мероприятий, зависит от того, насколько охват будет, полный охват всех объектов, не только государственных учреждений, то, что мы за счет бюджета проводим, а также объекты частного бизнеса. С предпринимателями договориться трудно, жалуются в этом КСК. В подвалах жилого дома диротизацию проводят ежемесячно. Однако вредители вскоре снова возвращаются из близлежащих кафе и магазинов. Но то, что они приносят эту отраву, она вообще нам не помогает. Они ее практически не едят. Эпидемиологи отмечают, чтобы избавиться от грызунов, бороться надо сообща. И предлагают КСК и частному бизнесу травить крыс одновременно. Между тем, санврачи отмечают, за последние три года процент пойманных в ловушке животных снизился почти на 4%. Количество грызунов, вероятно, уменьшилось, говорят специалисты. Но и не исключают, что крысы могли просто стать умнее. Евгения Бодрова, Рустам Сырымов из Павлодара, Казахстан. Если в Павлодаре, по мнению жителей, выбрасывают деньги на ветер, то в Алматы пускают их на древесину, образно говоря. В рамках международного финансирования для крупнейшего в Центральной Азии ботанического сада закупят электропилы и посадочный материал. Заморские деревья и кустарники начнут культивировать в Алматинском ботаническом саду. Уже выделен первый транш – 35 тысяч долларов. Это Вашингтонский университет взялся помогать казахстанским ботаникам оплатить сотрудничество Japan Tobacco International. Мы работаем над этим, чтобы закупить оборудование, мини-сельхозтехнику для ботанического сада, посадочный материал для расширения питомника нашего и некоторые вопросы благоустройства нашего ботанического сада. Ну, элементарно у нас, не для записи, элементарно биотуалеты нужно поставить, здесь мусорные контейнеры. В оранжерее сада нужно реконструировать систему отопления. Многие тропические растения не перенесли минувшей зимы. Малочисленный коллектив не справляется с большим объемом работы. Ботсад Алматы занимает больше ста гектаров. Государственное финансирование недостаточно, жалуются ботаники. Абанан. Смотри, вот я бы никогда и не видела. А это другой ботанический сад. Он расположен в центральном Казахстане в небольшом городке Тимиртау. До 2009 года из муниципального бюджета оплачивались коммунальные расходы и зарплаты работников организации. После – лишь труд ботаников. На ком услуги и ремонт Ботсад научился зарабатывать самостоятельно. В прилегающем парке запустили 14 аттракционов. Отстроили питомник, где живут попугаи, черепахи, павлины и журавли. Цена за вход символическая. И отбоя от посетителей нет. Самое главное, наверное, я считаю, что организация труда должна быть. Если здесь порядок, если люди работают, ежедневный уход, она всегда будет. Но если запустить, это тоже не будет рейти. Навести порядок в Алматинском ботаническом саду периодически пытаются фискальные органы. Возможно, именно поэтому здесь примерно раз в год сменяются руководители. О популярности ботсада среди алматинцев и вовсе говорить не приходится. Наталья Панова, Ирина Бердашова из Алматы и Тимиртау, Казахстан. Наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале КАПлюс. До свидания.